МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фигуры высшего пилотажа и автопробега Владивосток-Севастополь. В Бобровке прошли торжества в честь 90-летия ДСАА. Женрема-пассежур. Дорожные инспекторы ловили попрошаек на улицах Самары. Проверка на дорогах. Общественники выяснили, насколько качественно ремонтируют улицу Алексея Толстого. Негадкий утенок. Пара черных лебедей в Самарском зоопарке дала потомство впервые за 8 лет. Пазл сложился. На стадионе Самара-Арена установили заключительный элемент купола. Многотонная конструкция из металлических блоков состоит из 32 консолей. И является уникальной. Такой нет ни на одной спортивной арене страны. Строительство всего стадиона идет по графику. Продолжается нанесение антикоррозийного состава и покраска купола. За установкой заключительного элемента наблюдала Олеся Корецкая. Окончание большого этапа идет установка последнего блока купола. Всего на крыше стадиона установили 96 таких блоков. Строительство вступает в новую фазу. Последние 66 тонн полушутя приговаривают строители, устанавливая заключительный блок. Словно огромную мозаику, купол сложили из 32 металлических многокомпонентных консолей. И хоть вес каждой сотни тонн работает и ювелирная. Объем всей крыши как 10 футбольных полей. Стадион сам по себе очень такой объемный, является сооружением уникальным. В частности, наша крыша, которая на этом стадионе, она выполнена из больших диаметров труб, требует больших усилий по сварке, значит, определенных технологических переделов. Впереди новый этап – раскружаливание. Весь август строители будут убирать временные опоры, а не желтого цвета, и вводить в эксплуатацию уже построенные элементы. Купол будет держать себя сам. Работа кипит во всех уголках стадиона. Продолжается покраска металлоконструкции и нанесение антикразийного покрытия. Внутри арены ведутся отделочные работы. Укладывают плитку, штукатурят стены. Рабочие прокладывают коммуникации, устанавливают систему отопления, электроснабжения и вентиляции. Почти завершен монтаж внутренних и наружных витражей. Установлена большая часть дверей. На стройке трудится больше двух тысяч человек. Многие уже строили крупные спортивные объекты в других городах. Признаются, стадион в Самаре уникальный. Он может использоваться не только как спортивный стадион, но и как выставочный центр. Здесь возможно проведение спортивных мероприятий по совершенно различным другим видам спорта. То есть его основное отличие – это универсальность. Территорию вокруг стадиона тоже приводят в порядок. Расчищают от строительного мусора, выравнивают поверхность, у входов уложили асфальт. Также к сентябрю планируется подготовить поле для устройства газона. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Небо-самолет-парашютисты на аэродроме Бобровка прошел седьмой фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Авиашоу на земле поддержали автопробегом, посвященным 90-летию ДСААФ. В Самару колонна прибыла из Уфы и прямо со взлетной полосы машины отправились дальше по маршруту, конечная точка которого – Севастополь. Марина Кравцова с высоты птичьего полета наблюдала за праздником. Вертолеты с флагами России и ДСААФ – первые ласточки. Они открывают воздушный парад. В небе над аэродромом Бобровка появляются яркие купола, в воздухе – лучшие парашютисты. Не только самарские, но и гости из Оренбургской и Ульяновской областей. Синхронность и мастерство впечатляют. Прекрасно выступили, ну как всегда. Я вообще всегда слежу за нашей группой, где они прыгают, как они везде участвуют. В этот раз тоже не подкачали. Все очень нравится. Такая слаженность хорошая. Так мастерски делаются. Здорово. Небо в распоряжении авиации. Фигуры высшего пилотажа демонстрирует пилот самолета Як-55. Долгое время мы не готовили специалистов для вооруженных сил. Сейчас мы готовим специалистов для службы ВДВ. Совершенно новая программа, в которой включаются не только парашютные прыжки, как мы раньше готовили, но и тактическую подготовку в полном объеме. Посмотреть поближе и даже потрогать машины малой авиации можно на земле, на выставке самолетов, в том числе самарского происхождения. Этот маленький универсальный самолет производят в Самарской области в количестве примерно 10 штук в год. И на них выстраивается очередь. Закупают их летные школы Европы. А этот самолет особенный. Он станет участником благотворительной экспедиции, организованной фондом борьбы с рассеянным скалерозом. Акцию поддерживают многие благотворительные организации. На носу самолета портрет французского писателя и пилота Антуана де Сент-Экзупери. В этом году фестиваль авиационных видов спорта стал особенным. В Бобровке встречали международный автопробег, посвященный 90-летию с огнеобразования ДСААФ России. Колонна автомобилей стартовала во Владивостоке. Почти две трети пути пройдена. В Волгограде колонна разделится на две части. Первая держит путь в город-герой Севастополь, другая в Минск. Патриотическая акция, направленная на то, чтобы молодежь заинтересовалась ДСААФ, заинтересовалась нашими видами спорта, которые развивают ДСААФ. Мы это увидели, да, авиационные, парашютные виды спорта, военно-прикладные виды спорта. На фестивале масса площадок, радиотехническая выставка военной техники и ретроавтомобилей. После авиашоу все гости праздника могли увидеть красоты Самарской области с высоты птичьего полета и прокатиться на вертолете Ми-2. Наша съемочная группа не осталась в стороне. Взлетная полоса и площадки фестиваля как на ладони в небе понимаешь, почему летчики так любят свое дело. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. И есть возможность не уехать. Именно так предупреждают тех, кто прибывает, полюбоваться лужскими красотами в Ширяево. Путешествие по Волге в разгаре. Каждый день Самарское речное пассажирское предприятие перевозит по воде до 8 тысяч человек. И в два раза больше выходные. Именно в субботу и воскресенье люди сталкиваются с проблемой, что мест для всех желающих не хватает. В чем причина и что делать, чтобы не жалеть о бездарно потраченных выходных, выясняла Олеся Корецкая. Это только в будни. Здесь тишина и покой. В выходные число желающих отправиться за Волгу напоминает по масштабу очередь мавзолей. И, как в любой очереди, здесь одновременно царят пессимизм и надежда. Я боюсь, что не хватит. На отборах приезжать за час, наверное, за полтора. Я пришла за 40 минут до отправления парохода. И мне уже не хватило билетов. То есть 8 часов билетов в кассе уже не было. Нам хватило билетов. Мы полшестого их взяли. Ничего себе. Вот чтобы сейчас уехать. Да. Заранее знали, что будет тяжело с билетом, поэтому взяли. В прошлый раз же не хватило. Да, всем часов уже не было. Отдых на Волжских берегах у самарцев популярен как никогда. Самарское речное пассажирское предприятие только в прошлом году перевезло больше миллиона человек. За несколько лет пассажиропоток увеличился в два раза. Самые загруженные маршруты до Рождественной и Ширяева. Но если вы все же попали в Волжскую Швейцарию, расслабляться не стоит. Билет обратно до Самары можно купить только на месте. И только за полчаса до отправления судна. То, что мероприятие это больше напоминает лотерею, где повезет не всем, предупреждает и красноречивая табличка на кассе в Ширяева. Пока эту практику в речпорте менять не собираются, хоть и признают, что проблемы есть. На наиболее напряженных маршрутах мы уже сейчас сталкиваемся с дефицитом провозной способности. Но имеем возможность выходить из этой ситуации и назначать дополнительные рейсы. В планах система электронной регистрации билетов. Но пока проблема решается не так стремительно, как растет пассажиропоток. Каждые выходные предприятие перевозит 10-15 тысяч человек. Для такого количества речного транспортного парка недостаточно. Альтернатива есть, но прямо скажем, не дешевое водное такси. Ширяю 8 тысяч, пожалуйста. Сколько? 8 тысяч? Это еще дешево. Утренний скидок, обед будет 10. Ой, что, правда что-то? Ну серьезно, вам говорят, ширяю 8 тысяч. А почему так, не знаете? Потому что цена такая, 8 тысяч. Близенька подоролел. Заработ на пласть. Чтобы отдых на Волжских берегах не превратился в разочарование, самарцам советуют заранее планировать путешествия. И по возможности избегать поездок в пиковые часы. В субботу с 9 до 12 часов из Самары. И начиная с 15 часов дня в воскресенье за городом. Олеся Корецкая, Станислав Левин, Константин Головин. События. Мештин туроператоры назвали самое популярное летнее направление в России. Куда чаще всего отправлялись наши сограждане в этом сезоне, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В начале недели мировые цены на нефть снижаются. За баррель марки Brent дают 51 доллар 70 центов. Валюта дешевеет. Курс на 8 августа. Доллар 60 рублей 6 копеек. Евро 70 рублей 84 копейки. Золото стоит 2461 рубль. Серебро 32 рубля 39 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 20 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 60 копеек. Цены на жизненно необходимые лекарства снизились на 3%. Туроператоры назвали самые популярные летние направления в России. Это Сочи, Крым, Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург и Москва. Банк России зафиксировал снижение ставок по ипотеке до исторического минимума. Это чуть больше 11%. Кстати, Самарская область в лидерах среди регионов по выданным ипотечным займам. С начала года рост плюс 17%. Это 4000 кредитов. На этом все. Удачи в делах. Освоили почти наполовину. 43% от городской казны уже потрачены. Бюджет сохраняет свою социальную направленность. Самые большие статьи расходов, образования, социальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство. На эти цели израсходовали 10 миллиардов рублей или 84% от общей суммы. Самарской мэрии подсчитали, сколько денег городской бюджет получил в первом полугодии. В основном это налоговые и неналоговые поступления. По сравнению с прошлым годом их сумма увеличилась на 8% и составляет 90 миллиардов рублей. Но не все эти деньги идут непосредственно в бюджет города. Из которых было зачислено по установленным нормативам в доход федерального бюджета 51%, в доход областного бюджета 43%, в доход бюджета городского округа Самара 5,8% или 5 миллиардов 307 миллионов рублей. То есть с каждого собранного рубля Самара получает 6 копеек. Общественные советы микрорайонов контролируют качество ремонта дорог. В Самарском районе провели уже пятый рейд. Какие замечания сделали подрядчику, который меняет асфальт на Алексея Толстого, расскажет Лариса Шалафаст. На улице Алексея Толстого ремонт идет больше месяца. И у членов общественного совета микрорайона, которые приехали проверить его качество, сразу же нашлись претензии. Угол наклона тротуара к проезжей части превышает допустимые нормы. Также вопросы есть и к качеству укладки асфальта. Представители подрядчика обещают устранить все нарекания в ближайшее время. Выявленные замечания будут устранены в кратчайшие сроки в процессе производства работы. Это уже пятый рейд по дорогам, который проводят члены общественного совета микрорайона Старосамарский. По каждому выявленному нарушению составлены акты, которые оперативно отправляют в профильный департамент. Такая практика помогает быстрее исправлять недочеты и контролировать качество ремонта. Я думаю, что это очень эффективно, потому что и подрядчики уже понимают, что мы ведем контроль за дорогой, и мы постоянно ведем мониторинг территорий тоже, выявляем соответствующие недостатки. Я думаю, это даже очень хорошо. Мы не занимаемся критикой, критиканством. У нас должна быть с вами полномерная работа. И подрядчики должны понимать, что они должны все сделать 100%. Никто им другого не подписывать, не принимать, у них по-другому никто не будет. На этом участке полностью завершить ремонтные работы должны до конца года. Все это время члены общественного совета продолжат контролировать подрядчика. Без одобрения совета микрорайона работу подрядной организации принимать не будут. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Выхожу один я на дорогу, инспекторы ГИБДД против уличных попрошаек. Эти люди сами рискуют и создают опасность для других. Стражи правопорядка говорят, что они часто ловят нарушителей на оживленных перекрестках. Что грозит тем, кого сдержали, знает наш корреспондент. Как только загорается красный, автомобили, двигающиеся по новой вокзальной, ждут разрешающего сигнала. Среди машин ловко маневрирует коляска. Сергей собирает пожертвования на свою жизнь, создавая помехи безопасному движению. Вы чем занимаетесь врачей? По-прошанию. Этим тоже заниматься не надо, да? Вообще, вот сама. Здесь аварийность очень сильно повышена. При наличии пешеходного перехода обязан двигаться по пешеходному переходу. Сергей признается, место прибыльное. Поток машин всегда большой, а потому бывший строитель профессию менять не хочет. Небезопасно, но жить-то надо как-то. Но у вас есть инвалидность со социальной пособией? Нет у меня ничего. А почему? Да я ничего не оформлял. А почему не оформляли? Так получилось. Однако потом Сергей заверил, документы для оформления инвалидности уже собирает. Выслушав беседу и получив штраф, он покидает улицу. Правда, ненадолго. Таких попрошаек на Самарских перекрестках немало. Наряд ДПС реагирует на сигналы горожан. Как бы пресекают противоправное поведение данных граждан. Значит, проводят профбеседу, устанавливают личность, доставляют в отделы полиции и выписывают штраф. 500 рублей – такой размер штрафа за препятствия безопасному движению для пешеходов, которыми являются попрошайки. Однако за день на милостыне они порой зарабатывают больше. Сотрудники ГАИ просят не поощрять их поведение деньгами, чтобы избежать аварий на дорогах, которых с участием попрошаек пока еще не было. Андрей Горгуленко, Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других событиях дня. 120 домов остались без света в Самарской области из-за сильного ветра. ЧП произошло в субботу вечером в поселке Малая Максимкино в Кошкинском районе. Кроме того, ураган частично повредил кровли трех частных домов. Без электричества остались почти 200 человек, в том числе около 30 детей. Пострадавших нет. Под утро аварийные бригады смогли восстановить электроснабжение. Завершено расследование уголовного дела в отношении 22 жителей Самарской области. Они подозреваются в том, что на протяжении трех лет занимались незаконным оборотом наркотиков. Всего им инкриминирует 15 преступлений. Злоумышленники занимались распространением запрещенных веществ на территории нескольких регионов. Начиная от Московской области и Башкортостана и заканчивая Саратовым и Самарой. Установлено, что в сообществе было четкое распределение ролей – курьеры, кураторы, операторы. Наркотики передавались бесконтактным способом – через тайники, а оплата за них переводилась через электронные кошельки, оформленные в том числе и на третьих лиц. В Самарской области конфисковано больше 100 килограммов рыбы, зараженной личинками сельдяного червя. В первой половине 2012 года специалисты Роспотребнадзора по Самарской области проверили 28 объектов торговли рыбой, а также один цех переработки. Всего за полгода было отобрано 56 проб продукции на санитарно-химические исследования. Последние три пробы не соответствовали гигиеническим нормам. За нарушение требований законодательства Самарский Роспотребнадзор вынес штрафы на общую сумму 202 тысячи рублей и конфисковал рыбу. Самарцы нанесли урон Башкирскому заповеднику. Автотуристы из Самары и Оренбурга решили прокатиться по просторам национального парка Шульганташ в республике Башкортостан. Они получили разрешение на посещение парка на трех внедорожниках. Однако по пути туда к ним присоединился еще один. Туристы отклонились от разрешенного маршрута, выехали на Луг, расположенный в самом центре заповедника, и устроили там гонки. Один из автомобилей забуксовал в грязи, а другой начал нарезать вокруг него круги. В результате полгектара сенокосных угодий превратились в месиво. Ущерб составил порядка 200 тысяч рублей. Пока полиция искала нарушителей, они сами выложили в сеть видео. Теперь им придется выплатить штраф. Отпуск с опозданием. В аэропорту Курумыч на 6 часов задержался вылет рейса турецкой авиакомпании «Анур Эйр» в Анталию. Рейс из Самары должен был отправиться сегодня ночью в 2 часа 35 минут, но вместо этого 218 пассажиров были отправлены на курорт в 9 утра. В транспортной прокуратуре сообщают, все пассажиры были накормлены и им предложили прохладительные напитки. Как пояснили, 6-часовая задержка рейса связана с несвоевременным прибытием самолета из Анталии. Грандиозное событие для Самарского зоопарка. Пара черных лебедей впервые за 8 лет дала потомство. Птенец родился здоровым, плавает, кушает, играет, словом, делает все, что подобает молодому растущему организму. Поприветствовать новенького в Самарском зоопарке смог и Андрей Горгуленко. Покрытый пухом, птенец лебедя радостно моется в маленькой ванной. Малыш пока ни на шаг не отступает от заведующего орнитологии, которого считает своим папой. Маленький лебедь рос в инкубаторе, потому что мама не стала досиживать свою кладку. Но птенец, несмотря на это, вылупился полностью здоровым. Он абсолютно нормально вышел из яйца, как положено. По времени не ел 2 дня, у него там внутри жилток этот рассасывался. И потом стал активно кушать. Мы ему добавили в товарища уток, они его есть научили. Видите, вот сейчас меня я забыл. В Самарский зоопарк родители новорожденного попали из Краснодара в 2009 году. Черные лебеди становятся плавозрелыми в возрасте 3 лет. Но только сейчас, когда паре исполнилось 8, они дали первое потомство. Пока маленький лебедь знакомится со всеми, кроме своих родителей Анатолия и Анастасии. В естественной среде обитания черные лебеди обычно живут парами. И птенцов, как только они взрослеют и у них появляется оперение, выгоняют со своего водоема. А к птенцам, воспитанным в инкубаторе, они относятся как к чужакам. Потому, чтобы малыш смог поплавать в большом бассейне. При этом оставаясь целым, взрослых закрыли на замок. Таким же крепким, с красивым черным оперением лебедь станет где-то через полтора года. Тогда же можно будет определить и пол птенца. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. Бегом по лыжне. И да, это происходит летом. Легкоатлетический кросс Соколья-Горы впервые прошел в Самаре в столь жаркую пору. Забег стал частью всероссийского проекта национальное беговое движение. Трасса пролегала по труднопроходимым лесным тропам в окрестностях Соколья-Гор. Проверить свою физическую подготовку мог любой желающий с участниками и победителями. Встретилась наш корреспондент. Первый летний кросс Соколья-Горы собрал почти 300 участников. К забегу готовятся взрослые и дети от 12 лет. Этот забег – продолжение зимнего соревнования лыжников, которое проходит в Самаре каждый год. Основная подготовка лыжников летом – это как раз бег по пересеченной дистанции. В этом году мы решили провести дистанцию на 3, 5, 10 километров. В следующем году мы хотим уже сделать дистанцию полумарафонскую. И хочется поблагодарить Федерацию лыжных гонок, которая инициировала проведение легкоатлетического кросса не по улицам города, а именно в лесу. Трасса живописная. Участники бегут по лесным просекам в окрестностях Соколья-Гор. Первыми стартуют дети на короткие дистанции, затем по нарастающей. Длиннее трассы – больше возраст. Есть и специальная категория – ветераны, но назвать так этих бодрых людей язык не поворачивается. Замзамья Абушаева приходит первой. Всю жизнь она со спортом на «ты». Вообще отлично. Возрастная категория такая добродушная. Трасса очень отличная, рабочая трасса. Ну и бежала, естественно, маленько тяжеловато. А так я рада. Спасибо, что такие соревнования поорганизовали, проводят. Они нужны. Самый длинный забег на 10 километров, самый массовый. Перед стартом ветераны советуют. Главное – не начинать слишком быстро, иначе закончатся силы. Леонид Кожаев испытывает себя на прочность регулярно. В своем поселке тренирует детей по футболу и легкой атлетике. Я иногда пробегаю по парку, по своему поселку, и вижу, что с каждым Новым годом больше детей занимается спортом, больше бегает, играет в футбол. Не важно. Больше стали заниматься спортом, и мне это нравится. Участников подбадривают болельщики, освежают водой и снова в путь. Этот год оказался богат на события для любителей спорта. Космический забег, фестиваль королевы спорта на набережной, кросс «Соколье горы» и впереди марафон на Кубок главы города. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Крылья Совета с трудом победили лидера ФНЛ Астраханского Волгаря, но остались на третьем месте чемпионата страны. Почему Самарский клуб редко реализует голевые моменты, знает Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов продолжают занимать третье место в чемпионате страны. Тяжелая победа над Астраханским Волгарем в футбольной национальной лиге не помогла подняться вверх по турнирной таблице. Единственный мяч ворота гостей на исходе первого тайма с пенальти забил Дмитрий Яченко. Создал голевую ситуацию во время выхода 1 на 1 в штрафной Волгаря Сергей Самодин. У Яченко это уже второй гол в этом сезоне и тоже с 11 метров. Первый он оформил тоже на Металлурге. Тогда Крылья Советов победили луч энергию 2-0. А в матче с Волгарем у самарцев было предостаточно моментов увеличить счет на табло. Однако у футболистов хромала реализация. Главный тренер Андрей Тихонов таким состоянием дел в команде недоволен. Нам не хватает немножечко где-то удачи и исполнительского мастерства в завершении. Поэтому мы сегодня могли несколько мячей больше забить. Понимаете, и в других играх мы тоже могли больше забить. Но вот эта натурность в счете 1-0 и нам не дает расслабиться и показать, наверное, чуть больше. Поэтому говорю, что у нас команда и строится, и мы хотим играть хорошо. Но не бывает все сразу. Почти весь второй тайм Крылья владели мячом. Имели еще несколько отличных моментов порадовать болельщиков. Обстрел ворот соперника шел с разных дистанций и направлений. Не помогли увеличить счет в матче и многочисленные стандарты – угловые и штрафные. А вот на последних 10 минутах игры самарские футболисты устроили пожар на поле. Необязательные ошибки и суета в центре, и в своей штрафной могли привести к ничьей или даже поражению. Однако положение спас галкипер Евгений Конюхов. В итоге 1-0 в пользу Крыльев. Хотел бы, чтобы здесь, наконец, не было частых смен тренеров и, следовательно, персонала всего. И если будет стабильно здесь, и будет идея какая-то длинная, то я думаю, что Самара может получить хорошую команду, которая будет, как гордились, что никогда не выбывали из премьер-лиги. И дай Бог, чтобы эти времена пришли, и команда радовала болельщикам. После шестого тура в ФНЛ сменился лидер. Им стала Калининградская Балтика. После поражения астраханский «Волгарь» опустился на вторую строчку турнирной таблицы. Теперь у трех команд одинаковое количество очков, укрыли в советов питерского «Динамо» и «Волгаря». Однако по разнице забитых и пропущенных мячей самарский клуб занимает третье место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!